всем привет с вами Настя преподавателем скулпа общества знания сегодня мы с вами будем говорить про изменения на экзамене 24 года вы уже видели ну я надеюсь да мой обзор на демо-вариант обычно мы ждем каких-то подводных камней подстав и так далее именно от демо варианта и в целом когда не меняется особо демо-вариант как это было в этом году хочется прям знаете так типа на чили на расслабоне на самом деле изменения в этом году более глобальные произошли не в демо-варианте а в кодификаторе демо-вариант изменился буквально на пару слов ну серьезно там нужно теперь под пунктов больше писать а вот кодификатор поменялся у нас очень очень сильно и сегодня мы с вами поговорим какие темы вам нужно будет изучить дополнительно к темам прошлого года чтобы в этом году сдать экзамен да я уже не говорю сдать на 90 плюс хотя бы просто сдать потому что темы изменения в этих темах новые подтемы это просто какой-то колоссальный объем материала я преподаватель скул по обществознанию на направлении егэ 11 классов в прошлом году подготовила 49 стобальников за прошлом году подготовила 34 стобальника подготовила в целом больше нескольких тысяч ребят на 90 плюс баллов да и у меня у самой 97 баллов на егэ по обществознанию и окончено высшее образование в области экономики если захотите более детально познакомиться с изменениями этого года если захотите разобрать отдельные темы про которые мы будем сегодня говорить обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал он открытый он бесплатный там будет разбор новых тем там будет разбор практики там будут отдельные опросы и в целом вся подготовка к егэ по обществознанию формате открытого материала поэтому если вы к обществознанию готовитесь обязательно подписывайтесь я буду вас там ждать ну что теперь погнали как говорится да не будем долго сидеть на одном месте какие темы добавились на экзамене 24 года вообще что за темы где их брать и так далее вот смотрите у нас с вами есть три документа важных для экзамена по обществознанию это кодификатор это демо вариант это спецификатор демо вариант мы с вами разобрали в одном из прошлых таких видео уроков сегодня мы с вами будем говорить в основном про кодификатор кодификатор это перечень всех тем егэ по обществознанию которые могут встретиться вам в обществознании и вот если вы откроете документ кодификатор за 2023 и сравните его с кодификатором за 2024 то вы увидите что в двадцать четвертом году у нас добавилось очень очень много новых тем плюсом к этому что в этой ситуации особенно страшно особенно страшно то что помимо вот этих вот новых тем которые добавились у нас до конца двадцать четвертого года действует и старый и новый перечень учебников подготовки про это я тоже уже говорила несколько раз вы можете посмотреть меня на youtube канале отдельные видео уроки и вот заметьте у нас по сути в двадцать четвертом году именно двойной объем работы мы не знаем конечно что будет двадцать пятом году возможно двадцать пятом увеличить что-то еще но пока тенденция такая у нас есть перечень учебников который действовал соответственно в прошлые годы в этом году появился новый перечень учебников они немножечко отличаются но написано что в экзамене двадцать четвертого года будет действовать и старый и новый перечень учебников соответственно у нас как будто материал до разрастается плюс у нас есть кодификатор с новыми темами и сейчас я вам эти новые темы покажу чтобы не быть гласловной и так погнали смотрите в разделе 2 перечень элементов содержания проверяемых на едином экзамене посмотрите у нас появились такие дополнительные темы я буду зачитывать потому что видно не очень хорошо коммуникативные качества личности да если что вот он кодификатор двадцать четвертого года для тех кто не видит то коммуникативные качества личности появились дальше роль массовой коммуникации в современном обществе раньше у нас просто было буквально три пункта на средства массовой коммуникации средства массовой коммуникации средства массовой информации это соответственно у нас было прям немножечко теории на эту тему сейчас она увеличилась и и стало больше дальше посмотрите появились вот эта вот тема, которая пугает, наверное, особенно. Духовные ценности российского общества, вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества. Здесь вы сразу можете поставить себе звездочку или восклицательный знак, потому что очевидно, что здесь будут спрашивать конкретных ученых, да, которые сделали как раз-таки вклад, да, российской, представители российской культуры, которые сделали вклад в формирование ценностей современного общества. То есть, как в В прошлом году на экзамене нам встречались представители различных наук, так в этом году нам нужно сразу же посмотреть, какой вклад Российской Федерации и отдельные представители культуры Российской Федерации, культуры России сделали в современное общество. И посмотрите, здесь сразу же минусик. Минусик значит, что в прошлом году этого элемента не было в кодификаторе. Видите? Вот. И посмотрите, там где есть примечание, вот я вам сейчас немножечко приближу. Видите? Как бы плюсик с индексом 1. Или это не индекс, индекс внизу. Что это такое, интересно? Апостров? Примечание? Ну, бог с ним. Да, когда у нас есть какое-то примечание, это значит, что в прошлом году эта тема некоторым образом встречалась. Например, у нас было влияние, да, человека как результат биологической социокультурной эволюции, это было влияние социокультурных факторов, например, личности. Все это было. А вот коммуникативные качества личности не встречались, да, поэтому у нас здесь примечания. Вот. То есть отдельные моменты, соответственно, встречались. Здесь мы, кстати, тоже можем выделить самосознание и социальное поведение личности. Оно как бы было в прошлом году, но на самом деле его практически не проверяли, да, то есть здесь, скорее всего, в учебниках мы с вами сейчас еще найдем дополнительную теорию. И вы можете для себя отметить, посмотрите, как много у нас, да, дополнений. Роль массовой коммуникации в современном обществе, вот я от вас закрыла, да. Дальше, соответственно, ну, порядок оказания платных услуг, если честно, в прошлом году был, просто у нас его не особенно спрашивали, да, поэтому мы в этом году будем особенное внимание уделять закону об образовании в Российской Федерации. Дальше посмотрите, направление научно-технологического развития и научные достижения Российской Федерации. Опять же, в прошлом году не было, но уже спрашивали. В этом году точно будут спрашивать, с этим нужно аккуратнее. У нас, понимаете, все больше и больше идет уклон в то, чтобы вы знали реальные примеры из действительности. Условно, общество знания становится немножечко похожим на историю, да, то есть у нас должны быть конкретные примеры о том, что происходит вокруг. Для обществоведов это, конечно же, страшная вещь, потому что мы всегда старались обходиться, ну, условно, кругозором и знаниями о современности, да, и старались вот в этих ученых не углубляться. По крайней мере, большая часть ребят, ну, слаба в этих моментах, да, в этом году нам с вами предстоит заниматься прям изначально, да, с сентября желательно месяца, так, чтобы все эти пробелы закрыть, потому что у вас будет больше материала в этом году. Дальше, гражданственность, как отдельная тема появилась, тоже обращаю на нее внимание. Вы, наверное, думаете, да, ну, типа, достаточно, ну, камон, но на самом деле это только первая страничка из пяти страничек с изменениями, да. Давайте тоже здесь быстренько пробежимся. Значит, достижение современного российского искусства, причем, заметьте, российского, то есть мы не можем брать что-то до формирования российской государственности. Мы, конечно, будем уточнять этот момент с экспертом ЕГЭ, слава богу, у нас есть выход на экспертов ЕГЭ, на реально действующих экспертов ЕГЭ, на больших профессионалов в своем действии, в действии, в своей деятельности. Но вот прям прошу обратить внимание, что будут проверяться достижения современного российского искусства. Возможно, нам разрешат советских непосредственно представителей искусства брать, но не факт. Мы будем этот момент еще уточнять, поэтому обязательно следите за объявлениями и обновлениями у меня в телеграм-канале. Раннее утро я немножечко заговариваюсь. Дальше, посмотрите, по экономике нам добавили кривую производственных возможностей. Скажу вам, как экономист, как человек, который ненавидел люто экономику в школе, это ужасно. Ну вот все эти графики в целом ребятам даются тяжело, и если график спроса и предложения, или там, не знаю, точка равновесия на графике, да, это еще куда не шло. Это, ну, это на самом деле даже легкая теория, а вот кривая производственных возможностей, это уже очень неприятно. Дальше нам добавили и экономическую свободу, и социальную ответственность субъектов экономики, экономическая деятельность и проблемы устойчивости развития общества, эластичность спроса. Тема, знаете, как бы, если бы меня спросили, как их выстраивать по сложности, то я бы сказала, самый легкий это спрос-предложение, потом эластичность спроса-предложения, потом кривая производственных возможностей. То есть кривая производственных возможностей все-таки самая сложная из дополнительного материала, эластичность сложнее того, что было раньше, но тоже терпимо. Вот эластичность, если вдруг, да, вы не видите. Я прям приближу. Кстати, у меня в канале будет выложен отдельно файлик с кодификатором 23-го и кодификатором 24-го года, чтобы вы могли это сами посмотреть, и у вас, соответственно, весь этот перечень был. Вы можете сейчас не переписывать себе это отдельно куда-то в тетрадочке. Дальше, что интересно, в особенности труда молодежи в целом раньше тоже было, ну, так. Деятельность профсоюзов в целом раньше тоже было, но мы туда никогда не углублялись. Я, конечно, давала своим ребятам на основном курсе дополнительный материал на эту тему, в целом он закроет материал и этого года, но все же, да, вот сейчас для тех, кто не готовился со мной, да, имейте в виду, что материала стало значительно больше. Дальше, государственная политика импортозамещения, да, обращаемся к реалиям современного общества. Дальше, посмотрите, виды и мотивы предпринимательской деятельности, такого элемента не встречалось. Поддержка малого и среднего бизнеса, такого элемента не встречалось. Дальше, что у нас здесь? Цифровые финансовые услуги, денежные агрегаты. Денежные агрегаты не так сложно, но тоже такая типа. На уровне графиков спроса и предложения, если вы вдруг в них не разбираетесь, то цифровые, у вас, денежные агрегаты, вам тоже могут показаться сложными. Дальше, цифровизация экономики появилась. Кстати говоря, про цифровые финансовые услуги мы в целом говорили уже в прошлом году тоже, в рамках уроков по финансовой грамотности. Но опять же, сейчас все больше и больше этих тем становится. Дальше, принцип сбалансированности государственного бюджета. Реальный номинальный валовой внутренний продукт я тоже своим ребятам уже давала. Эту теорию, но для тех, кто не занимался со мной, для тех ребят, которые занимаются самостоятельно. Обратите внимание, потому что тема сложная и мало где она раскрывается даже в пособиях. Ой, дальше двигаемся. Почему ты не хочешь двигаться? Супер, ну ладно, не супер, вообще грустная ситуация, но все же. Посмотрите, даже в разделе социальные отношения, который всю жизнь был самым легким разделом, у нас появляются миграционные процессы современного общества. Как-то я решила просто от руки нарисовать. Да, миграционные процессы современного общества. Раньше этой темы не было, то есть миграцию мы в целом не трогали, сейчас будем не то что трогать, а будем прям очень много про миграцию говорить. Я так понимаю, что вот эту тему точно вставят в кимы основной волны, потому что в социальных отношениях это прям глобальные изменения, а у нас в социальных отношениях в экзамене всего два вопроса. Это, соответственно, номер на выбор верных суждений и диаграмки. Ну, с диаграммками мы с вами справимся. Дальше посмотрите, молодежная субкультура, да, как отдельный пункт, и меры социальной поддержки семьи и помощи государственным многодетным семьям. Мы это тоже уже в программе прошлого года отражали, но, опять же, я так говорю, мы это отражали. Я понимаю, что навряд ли это учили все. То есть мы в целом, да, что в онлайн школе, умскол, что я на своих занятиях, мы стараемся прям максимально, да, закрыть весь материал, даже идем на шаг немножечко вперед, чтобы на экзамене вам точно не встретилось ничего незнакомого. Вот. Поэтому, если вы вдруг готовитесь самостоятельно, имейте в виду, что вот это тоже нужно отдельно изучать. Причем в данном случае это не всегда получается изучать по пособиям и по учебникам. Часто приходится обращаться к реальным действующим сайтам, да, к отдельным службам, которые работают в Российской Федерации. Не в то, что вы прям идете к ним, да, но вы заходите на их сайты и смотрите, да, какие же меры поддержки семьи есть в российском государстве. Вот. Дальше. Следующее изменение, да. К слову говоря, нам название разделов оставили примерно таким же. В целом это все те же социальные отношения, только теперь это называется социальная сфера, да. Экономика у нас это экономическая жизнь общества, человекообщество это человекообщество, духовная культура. Ну, посмотрите, добавили введение в социальную психологию, введение в социальную философию. Если вы смотрели мои предыдущие какие-то занятия, я думаю, вы знаете, да, что я всегда приговаривала, что на самом деле раздел человека общества это про социологию, про психологию, про философию. В общем, мы уже были, да, здесь, на канале, как бы... Мы все про экзамен знаем, мы уже ко всему готовы. Дальше погнали. Конформизм в целом тоже изучался, просто не все его изучали, обратите на него внимание, это новый элемент. Дальше политическая сфера, политическая система Российской Федерации на современном этапе. То есть это не просто теория, это прям посмотреть, что происходит с политической системой Российской Федерации сейчас. Очень интересно, что нам на этот счет пропишут в учебниках, потому что, скорее всего, есть какая-то условно-официальная точка зрения. И вот нужно будет прям копаться в учебниках новой редакции, причем нужно будет делать это прям очень быстро, потому что сейчас учебники еще не вышли. Когда они немножечко поменяются, да, нужно будет сразу все это перерыть. Поэтому я настоятельно рекомендую именно в этом году хотя бы работать с каким-то наставником, репетитором у меня на курсе, да, потому что, ну, здесь нужно быть прям на шаг впереди экзамена. А когда ты готовишься сразу к нескольким экзаменам, очень тяжело изучать параллельно и учебники, всю теоретическую базу. Это прям хард-режим. Дальше государственный суверенитет, но это в целом было. Посмотрите, тема, которая вообще не встречалась, минусик, видите? Государственное управление в Российской Федерации, государственная служба и статус государственного служащего, опасность коррупции, антикоррупционная политика, механизм противодействия коррупции, обеспечения национальной безопасности, государственная политика в Российской Федерации по противодействию экстремизму. Опять же, я в прошлом году уже давала эти темы. Частично не все, тут прям больше, да, программы. Мы уже добавляем это в нашу программу основного курса. Вы обратите внимание. Политическая культура общества и личности, тоже тема, с которой все постоянно косячат, да, все постоянно здесь ошибаются. Дальше. Интернет современной политической коммуникации, да, как отдельный элемент, вот он. Понятие и признаки правоотношений, субъекты правоотношений. Вот если вдруг это видео посмотрят ребята с моего прошлого выпуска, с выпуска прошлого года, напишите, пожалуйста, в комментариях, что у нас очень много из дополнительных тем уже на экзамене встречалось, и мы с вами в прошлом году это уже проходили. Да, поддержите хоть как-то новичков с тем, что не все обречено, совсем можно справиться. Дальше. Что, соответственно, немножечко заставляет грустить. Это, разумеется, арбитражное судопроизводство. Вот это 5.18. Да, это административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях. Посмотрите, эта тема вообще не встречалась. И, казалось бы, да, ну, подумаешь, добавили немножечко. Но это действительно сложные темы. Право и так слабо понимаю, да, а здесь прям, здесь прям глусно. Дальше. Противодействие коррупции. Это мы смотрели. Меры процессуального принуждения мы в целом тоже изучали. Дальше. Что у нас добавилось? Это защита трудовых прав работников, особенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних. Вот вторую часть я уже тоже ребятам давала. У нас готовая теория есть. А вот первую часть мы будем по действующим учебникам добавлять, как только она появится. Это теория. Вот такие пироги. Соответственно, да, изменения, если мы с вами идем прям по разделам. В человеке и обществе добавляются духовные ценности российского общества, вклад российской культуры, формирование ценностей современного общества. Что нужно будет знать? Отечественных деятелей культуры и их вклад в формирование ценностей современного общества, духовные ценности российского общества, особенности российской культуры. Откуда берем теорию, да? То есть хочется дать вам какую-то пользу, если вы собираетесь готовиться самостоятельно. Посмотрите, нужно будет пересмотреть как минимум два учебника именно по этой теме. Это за шестой класс боголюбов и, соответственно, за десятый класс тоже боголюбов. Там есть про культурные ценности, по крайней мере, на данном этапе мы пользуемся учебниками в этой редакции. Да, как только выйдут учебники обновленные, там нужно будет тоже быстро сориентироваться. Там нужно, во-первых, будет посмотреть, а действительно ли что-то поменялось. Во-вторых, нужно будет эту новую информацию сравнить и вытащить. Дальше. Это человекообщество. Человекообщество это вот как раз-таки духовная сфера, ведение в философию, ведение в социальную психологию. Следующий момент. Это, соответственно, где мы? Политика. Здесь посложнее, потому что здесь появился статус государственного служащего и все про государственного служащего в целом. И, соответственно, антикоррупционная политика и противодействие экстремизму. Что нужно знать, соответственно? В целом, да, требования к поведению госслужащего, системы государственной службы, виды государственной службы, статус государственного служащего. И посмотрите, вот эти пункты, их в экзамене прошлого года и в кодификаторе прошлого года не было вообще. То есть мы про госслужбу никогда не говорили на экзамене по обществознанию. В этом году говорим, да. Дальше про коррупцию, про национальную безопасность мы в целом смотрели. Мы смотрели даже про коррупцию отдельно, отдельно про экстремизм мы смотрели, конечно, в прошлом году. Если вы вдруг этим не занимались, обязательно эту тему мы тоже закройте для себя. Это важно. Откуда брать информацию? Здесь посложнее. Вы думаете, всего два учебника. На самом деле восемь, но не учебников, а в том числе подзаконных актов. Это указы, отдельные законы федеральные, да. Все это нужно будет посмотреть. То есть это классический Боголюбов. У нас в целом большая часть теории строится все-таки на Боголюбове. Просто там не за последние два класса, не за десятый и одиннадцатый, а мы вплоть до шестого уходим, да. Дальше, соответственно, это обществознание Кудина, Рыбакова, Пушкарева. И дальше погнали, да. Законодательство в сфере антикоррупционной политики есть у них в параграфах. И отдельно нужно будет смотреть. Федеральный закон о системе и государственной службе, о государственной и гражданской службе, о противодействии коррупции, о противодействии экстремизму. И указы президента отдельные. Вот. Что здесь радует, что вот эти законы и указ, соответственно, они уже существуют. И мы как бы уже разрабатываем программу для основного курса, для того, чтобы в ней эти элементы затронуть, да. Здесь все хорошо, не нужно дожидаться учебников. Вот чем больше вы в этом году будете ждать, когда выйдут учебники, когда там что-то поменяется. Имейте в виду, тем хуже, скорее всего, будут ваши баллы, потому что учебники могут выйти и неизмененные. К сожалению, такое бывает. И возникает, конечно, вопрос, как готовиться самостоятельными силами искать информацию в отдельных законах, особенно в разделе политика, в разделе права. В праве у нас что появляется? Административный процесс, да. Это, соответственно, и административное судопроизводство, и отдельные задачи, и принципы, да. То есть все про административный процесс. Учебники, да. Здесь у нас, соответственно, кодекс об административных правонарушениях. И отдельно кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, да. Дальше. Запомнили. Вы можете, кстати, эту информацию скринить, если она вам необходима, без проблем. Я еще сегодня у себя в телеграм-канале сделаю разбор отдельный, еще текстовый, тоже кодификатора, поэтому обязательно присоединяйтесь. Изменения в разделе права, соответственно, конституционное судопроизводство, арбитражное судопроизводство. Я же здесь правильно говорила? Да, арбитражное судопроизводство. Посмотрите, тоже отдельные элементы, и откуда брать информацию. Это и учебники, да, это отдельные учебники. Ну и что интересно, у нас из кодификатора убрали следующие темы. Ценная бумага. Ценная бумага. Ценные бумаги. Максимально странный для меня момент, потому что, наоборот, прошлые годы именно на темах из блока ценной бумаги подлавливали. Поэтому интересно, да. Мы будем ждать выхода еще учебников Котовой-Лесковой за 24-й год. Посмотрим, убрали ли они оттуда темы ценной бумаги. И вот если убрали, то это прям гарантия того, что действительно в этом году не встретится. Если не убрали, будут интересные вопросики, конечно. Причем учебник в этом году из-за кодификатора, вернее, пособие вот это на 30 вариантов, он тоже сильно поменяется. Дальше, соответственно, демократия проходится только в форме государства. В чем разница? Раньше у нас демократия была как отдельная тема, да, то есть ее изучали целый урок. Сейчас она входит только в другую тему формы государства. Воинская обязанность АГС поменялась. Тоже очень интересно, да, думайте сами, решайте сами, почему так случилось. Но вот тему убрали. Раньше мы, соответственно, смотрели и про этапы, да, воинской обязанности. Мы смотрели и основания отсрочки от призыва. Мы смотрели основания, соответственно, освобождения от воинской обязанности. Мы смотрели и основания прохождения альтернативной гражданской службы. Но вот в этом году нет. Международное право убрали, судебную систему убрали, вот. Новые подтемы. В целом мы с вами уже это посмотрели. Посмотрите, новых подтем. Минутка тишины, как говорится, да? 42 новые подтемы в кодификаторе, которые вам нужно знать. Подтемы, как правило, закрываются в рамках другой темы. Ну, условно, давайте вот вернемся на начало. Ну, вот, например, 7 и 8 они будут изучаться в рамках одной темы. Религии, да? Но это не значит, что вам меньше работы теперь стало, потому что раньше этих элементов в целом не было. И как минимум, ну, если у вас уже готовая теория, то минут 30 на каждую из этих подтем нужно будет уделить. Это если теория готовая. Если у вас теория не готовая, да, 30 это только на первичное прохождение. Потом вы это еще повторяете, закрепляете на практике. Ну, и плюс время на то, что вы сами будете искать, например, эти элементы, да? Вот так вот. Внешние эффекты. Ммм, красота. Ну, кстати, внешние эффекты тоже на основном курсе уже проходили. Но мы еще будем проходить. То есть у нас основной курс стартует как раз-таки сейчас с сентября месяца. Вы еще успеваете записаться. Я прям рекомендую это сделать, потому что все темы, вот эти новые подтемы, это уже будет не ваша ответственность, а моя, да? Все эти подтемы мы уже на сентябрь месяц добавили, да? В сентябре вы уже начинаете работать полноценно и не ждете пока что-то обновится, что-то новое выйдет и так далее. Вы уже работаете. Это очень важно в этом году, потому что тем стало еще больше. У нас и так был немаленький кодификатор. У нас 82 темы, да, классические было. А тут у нас еще сколько подтем добавилось. Вот. Соответственно, вот это все у нас уже добавлено. Какие-то элементы мы, разумеется, будем еще добавлять. Мы будем советоваться с экспертом. Мы в целом всегда на связи с экспертом ЕГЭ. Это тоже очень важный момент в подготовке и в целом помогает ученикам нашего курса не переживать за свою подготовку, да? Вы тоже постарайтесь какие-то элементы работы с экспертом найти. Хотя бы, да, можете обратиться к моему телеграм-каналу, потому что какие-то отдельные нюансы я там тоже показываю. Вот, если что, QR-код на телеграм-канал, и можете еще внизу под описанием этого видео найти ссылочку на телеграм-канал. Вот. Дальше, да, обратите внимание, что федеральный перечень учебника у нас обновился. И те учебники, которые были в прошлом перечне, да, до обновления, они все будут работать до 2024 года. Как я говорила в начале этого видеоролика, у вас условно двойной объем работы, как бы это ни было грустно, да? Что вы можете, соответственно, для себя подчеркнуть? Обязательно нужно все учебники базового уровня Боголюбова знать, да? В целом, скорее всего, вы по ним занимались. Ребята профильного уровня, я вам немножечко сочувствую, да? Но обычно в профильном уровне есть и базовая теория, и дополнительная теория. Но в целом экзамен по обществу знаний строится на базовом уровне Боголюбова. Дальше. Учебники по экономике отдельные. Учебники по финансовой и налоговой грамотности. Учебники по праву. И вот такое еще. В целом, я думаю, что многие из них вам уже знакомы, да, по каким-то вы в школе занимаетесь. Мы, чтобы разработать программу, да, к сожалению, все эти учебники перерываем. Все мы это изучаем. Все мы сравниваем с учебниками прошлого года для того, чтобы у вас была самая новая, самая актуальная теория, которая действительно встречается затем на экзамене. Ну, как бы, сколько бы жертв, да, это не стоило, сколько бы мы не работали над всей этой программой. Ну, я прям рада, потому что это окупается. Особенно в прошлом году на экзамене я была невероятно рада, что у нас ни одной темы, ни одного вопросика маленького не встретилось на экзамене, которого бы мои ученики не знали. И, ну, это прям бальзам на душу. Вот. Дальше, соответственно, статистика нововведения. У нас появились четыре полностью новые темы. У нас появились новые подтемы, 42 штуки. У нас, соответственно, одно изменение в демо-варианте. Если вы не знаете, то это изменение в номере 24. Это номер, связанный с планом. Да, номер, связанный с планом. Там изменилось число подпунктов. В пунктах обязательно. Вот. И, соответственно, вернее, у нас изменилось число пунктов. Да, пунктов, раскрытых на подпункт. Вот так правильней. И, соответственно, 29 учебников, чтобы все это разобрать. Можете ли вы это все сделать сами? В теории да. Да, просто имейте в виду, что это будет, разумеется, несколько сложнее, чем работать по какой-то основной отработанной программе, по какому-то материалу уже отработанного, проверенного преподавателем. Поэтому я рекомендую, как минимум, в этом году год, который, ну, такой, скажем так, с изменениями. Как минимум, вот сейчас попробуйте, пожалуйста, найти себе наставника, репетитора, там, не знаю, ученика на класс старше. Ну, или там уже студента первого курса. Хотя у ребят прошлых годов, разумеется, материал вот этот еще не прорабатывали и не знают. В общем, старайтесь в этом году, помимо основной программы, которую мы с вами проходили в прошлые годы, да, если вы этим занимались, если вы занимались у меня на каких-то курсах, вот помимо всей этой большой программы, которую мы в целом проходили целый год, имейте в виду, что у вас есть еще вот эти нововведения. Если вы не хотите со всем этим париться, если вы не хотите все эти 29 учебников следить за ними, если вы не хотите на всем этом поприще, да, разбираться самостоятельно, я буду ждать вас на своем основном курсе. Как я уже говорила, основной курс, я не могу сказать, что сейчас там все готово в формате, там, что раздел права мы уже полностью переработали, потому что изменения появились буквально на прошлой неделе. Но уже на данный момент вся программа сентября проработана по новому кодификатору и по новой демо-версии. То есть, занимаясь в сентябре, пока я готовлю материал на октябрь и ноябрь вам новый, вы уже будете, ну, скажем так, с самой гущей событий. Что вас на курсе ждет, да? Это онлайн-занятие, это домашнее задание каждому занятию и работа над ошибками для закрепления материала, это ответы в течение 5 минут на все ваши вопросы в специальном чате, да, и многое другое. То есть, вся теория, про которую я говорила, вся практика, которая нужна вам для экзамена, все это будет непосредственно на курсе, да. Чтобы на курс попасть, нужно написать кодовое слово «Осень» мне в сообщении группы ВКонтакте. Ссылочка на группу ВКонтакте есть внизу под описанием этого видео. Либо вы можете... В этот момент мне всегда хочется пошутить про кофе, либо... Вы можете перейти в мой Телеграм-канал, там тоже есть кнопочка для записи, и можете в целом записаться сначала, записаться, подписаться сначала на Телеграм-канал, посмотреть, да, немножечко привыкнуть, может быть, ко мне, понять там, что я за человек, я туда кидаю ссылки на открытые уроки, туда кидаю дополнительный материал, там разбираю с вами темы. То есть, там вы можете со мной познакомиться поближе. Если вам знакомиться со мной ближе не нужно, и вы уже уверены в том, что хотите готовиться к экзамену со мной, тогда кодовое слово «Осень» в сообщении группы ВКонтакте. Давайте я сразу расскажу, что, во-первых, почему выгодно заниматься у нас. У нас есть образовательная лицензия. Во-первых, это позволяет вам быть уверенным в том, что тот материал, простите, опять же, утро, тот материал, который я вам даю, он качественный, да, мы благодаря этому материалу, благодаря той учебной программе, которая составлена, мы получили образовательную лицензию, а благодаря этой образовательной лицензии ваши родители могут делать налоговый вычет, то есть, получить дополнительную скидочку на ваше обучение, да. Второе, когда вы пишете кодовое слово «Осень», это вас ни к чему не обязывает. Вы узнаете расписание, вы говорите, да, там, моей команде, подходит вам это, не подходит, задаете все свои вопросы, и если вы понимаете, что это не ваш формат, вы просто отказываетесь. Просто попробуйте, напишите кодовое «Осень», постарайтесь в основной курс попасть, соответственно, потому что основной курс это действительно, ну, вот прошлый год, я работаю уже какой-то, седьмой год, прошлый год мне в очередной раз как-то подсветил, насколько большую работу мы делаем, потому что, ну, серьезно, вот в прошлом году, ну, все, что мы изучали, оно все было на экзамене. Не было ни одного элемента, чтобы ребята такие, блин, а что делать-то, да, и для меня прям это очень большой показатель. Конечно же, да, отдельный момент в этом, это то, что мы работаем с экспертом ЕГЭ. Во-первых, у нас просто потрясающий эксперт ЕГЭ, во-вторых, она нам постоянно достает какую-то инсайдерскую информацию, поэтому у меня в прошлом году ребята в том числе не переживали за деятелей науки, да. Ну и опять же, благодаря образовательной лицензии, благодаря тому, что мы на рынке, да, значимы, имениты, нас знают и боятся, я надеюсь, да, благодаря этому мы можем работать действительно с хорошими экспертами ЕГЭ, потому что нас как минимум знают в том числе и в образовательном пространстве, не только онлайн-курсов, да, но и в целом, да. Вот, поэтому я прям рекомендую вам образование у нас попробовать. Кодовое слово «осень» вас ни к чему не обязывает, но просто обозначает, что вы хотите попробовать заниматься со мной, на основном курсе. Дальше смотрите сами, я все, что могла посоветовать, посоветовала. Надеюсь, в этом уроке дала вам действительно большую пользу. Пожалуйста, если это так, напишите в комментарии. Мне кажется, что та работа, которую мы проделали по кодификатору, она очень большая. Мы с моей командой прям и расписали все, и показали, в каких учебниках вы сможете это найти, да, и опять же, все это будет у меня на основном курсе, но вы также, благодаря знаниям из этого видеоролика, можете и самостоятельно с этим разобраться. Да, будет немножечко сложнее, но я не исключаю варианты, что все это возможно. Поэтому, если вы решили заниматься со мной кодовое слово «осень», да, если вы пока думаете, то жду вас в Телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, канал открытый, канал бесплатный, просто переходите в Телеграм по QR-коду, либо по ссылочке, я думаю, что внизу под описанием этого, ой, в описании этого ролика, тоже есть ссылочка на Телеграм. Вот. С вами была Настя, преподаватель Мскул по обществу и знанию, и счастлива была с вами познакомиться, с кем еще не знакома. Всем привет и пока уже, кто давно на моем YouTube-канале, и до встречи у меня в Телеграм-канале и на основном курсе.